Глава двадцать восьмая. Капитуляция. Когда Шелдон вышел из Пальмовой рощи, он увидел, что Джен стоит у ворот усадьбы и не мог не заметить, что она сильно обрадована ему. «Как я рада вас видеть и выразить не могу!» — приветствовала она его. «Что осталось с Тюдором? Эти последние частые выстрелы ужасно неприятно было слышать. Кто это палил, вы или он?» «Так значит, вы уже обо всем осведомлены», — холодно ответил Шелдон. «Последние выстрелы принадлежат Тюдору, только на этот раз он уже стрелял левой рукой. Теперь он лежит со сквозной раной в плече». Шелдон покосился на нее из-под лобби. «Вы огорчены, да?» — произнес он небрежно. «Чем?» «Тем, что я не прикончил его». «Разве я могла желать, чтобы вы его убили за то, что он меня поцеловал?» — воскликнула она. «Ага, так он вас поцеловал!» — удивился Шелдон, как будто сделав открытие. «Помнится, вы жаловались, что он вам руку ушиб?» «Да, это можно назвать и поцелуем, хотя он попал только в самый кончик носа». Она весело засмеялась, но я уже отплатила ему за это, ударив его по щеке. «А он так больно стиснул мне руку, что до сих пор еще не сошел синяк. Посмотрите!» Она вздернула кверху просторная рука в своей кофточке и показала ему два синих пятнышка выше локтя. В это время из-за деревьев показались носилки, окруженные толпой чернокожих. «Как романтично, не правда ли?» — подтрунивал Шелдон, следя за насторожившейся Джен. «А теперь мне придется выступить в роли фельдшера и врача. Забавная штучка, нечего сказать, это дуэль двадцатого века. Сначала проткнешь человека насквозь, а потом затыкаешь дыру». Она отстранилась, чтобы пропустить носилки, а Тюдор, до слуха которого донеслись слова разговора, приподнялся на локте здоровой руки и промолвил со злорадной улыбкой. «Если бы я вас проткнул, то пришлось бы затыкать рану тарелкой». «О, мерзавец!» — воскликнула Джен. «Вы надрезали ваши пули!» «Не нарушая условий дуэли», — добавил Тюдор, — «разрешается все. Можно было хоть динамит пустить в ход». «Он прав», — подтвердил Шелдон, когда шествие удалилось. «Разрешал использоваться каким угодно оружием. Я подстерегал его лежа в засаде и подстрелил как зайца самым достойным способом. Вот вам плоды просвещения и прямой результат того, что на плантации поселилась женщина. А теперь придется пойти промыть и перевязать рану. Это сложная процедура. Надо будет сначала заглянуть в лечебник, прежде чем за нее приниматься». «Чем же я виновата?» — сказала Джен. «Что же мне было делать, когда он вздумал меня обнимать? Могло ли мне в голову прийти, что он затеет такую ссору?» «Да ведь мы дрались не из-за этого. Впрочем, сейчас некогда разговаривать. Приготовьте бинты и карболку. А я тем временем почитаю медицинские руководства об огнестрельных ранах и узнаю, что и как в таких случаях нужно делать. А что, у него сильное кровотечение?» «Нет, пуля, по-видимому, не задела важных сосудов. А могло бы быть хуже». «Но в таком случае нечего ломать голову над медицинскими книгами», — сказала она. «Мне до смерти хочется узнать поскорее, что такое между вами произошло. К нам подходит апостол. Ветра нет, и его буксируют шлюпки. Минут через пять шхуна станет на якорь. Наверное, приехал доктор Уэлшмер. Нам следует сделать только одно — устроить Тюдора получше. Давайте внесем его в вашу комнату и положим под сетку. А доктора Уэлшмера надо предупредить, чтобы он захватил инструменты. Вышлите поскорее лодку навстречу». Часом позднее Уэлшмер уже осматривал пациента. Он сделал ему перевязку и опять отправился на борт, обещая к обеду вернуться. Джен и Шелдон проводили его с верандой глазами. «С тех пор, как я познакомилась с миссионерами на Соломоновых островах, я никогда еще так не радовалась их прибытию», — проговорила Джен, покачиваясь в кресле. Она взглянула на Шелдона и засмеялась. «Это верно», — заметил Шелдон. «Я тоже после того, как свалял дурака и рисковал убить гостя». «Но вы еще мне не рассказали, как это вышло». «Из-за вас», — отвечал коротко Шелдон. «Из-за меня? Но ведь вы же сами отвергали это». «О, тут поцелуй ни при чем». Он подошел к перилам, облокотился на них и пристально посмотрел на собеседницу. «А все-таки из-за вас же. Так и быть, расскажу. Помните, как я предупреждал вас давным-давно, что может выйти, если вы станете совладелицей беранды? И вот, видите, теперь на том берегу пошли разговоры, разные сплетни на этот счет. И Тюдор настойчиво приставал ко мне с этими сплетнями. «Согласитесь сами, что вам неудобно оставаться здесь при настоящих условиях. Лучше бы вам уехать отсюда». «Но я не хочу уезжать отсюда», — возразила она плаксивым голосом. «В таком случае пригласите компаньонку». «Нет, не хочу никакой компаньонки». «Ну что же вы хотите, наконец? Чтобы я объезжал острова и подстреливал каждого сплетника, который осмелится пройтись на ваш счет?» — спросил он в упор. «Нет, нет, я этого не хочу», — ответила она, оживившись. «Я вам скажу, что мы сделаем. Мы просто поженимся». «Ну и кончено дело. Вот». Шелдон вытрачил глаза от изумления и, наверное, принял бы эти слова за насмешку, если бы только не видел, как горячая краска залила ее лицо. «Как это понять?» — робко спросил он. «Зачем?» «А затем, чтобы положить конец сплетням. Уважительная причина, как вы думаете?» Соблазн был велик и предстал до того неожиданно, что Шелдон чуть не поддался ему. Но его вновь охватило то чувство отвращения, которое поднялось в нем, в то время как он лежал на траве, сражаясь с облепившими его комарами и проклиная зуд приключений. Он ответил решительно. «Нет». «Лучше бы не существовало никаких уважительных причин. Я не согласен жениться ради причин». «Какой вы смешной, в самом деле!» — оборвала она его. «Вы мне прожужжали уши бесконечными разговорами о любви и браке, бродите по плантации, как лунатик, вздыхая о том, что я для вас недоступна, пожираете меня глазами, воображая, что я этого не замечаю, и притом такими глазами, как будто третий день не обедали. «Мечтательно поглядывайте на мой револьвер и пояс, что висят там на гвоздике. Наконец деретесь из-за меня на дуэли и все такое прочее. А теперь, когда я говорю, что хочу за вас замуж выйти, вы вдруг высокомерно отказываете мне в этой чести». «Я и без того знаю, что смешон», — ответил он, потирая шишку на лбу. «Но если такова общепринятая романтическая программа дуэли, что предмет любви девушка бросается в объятие счастливого победителя, то я, воля ваша, такого дурацкого колпака на себя не надену». «А я-то воображала, что вы запрыгаете от счастья», — вздохнула она с таким простодушным видом, который показался ему подозрительным, тем более, что в глазах у нее запрыгали искорки. «Выходит, что мое представление о любви расходится с вашим», — сказал он. «Я хотел бы, чтобы женщина выходила за меня замуж по любви, а не из-за романтических бредней и преклонения перед человеком, которому посчастливилось всадить пулю в лоб противника». «Признаюсь мне, да нельзя опротивили эти глупые и гадкие приключения. Не по мне все это». Тюдор, этот типичный авантюрист и бритер, затевает ссору со мною и кривляясь, как обезьяна, настаивает на дуэли. Он желает драться, и не просто драться, изволить и видеть, а непременно насмерть. Ужасны подобные страсти. Джен закусила губу, и хотя глаза ее смотрели как будто холодно и равнодушно, но по лицу ее видно было, что она возмущена. «Конечно, если вы не хотите жениться на мне...» «Неправда, я хочу», — поспешно возразил он. «Так вы хотите?» «Да разве вы не понимаете, дорогая, что я хочу, чтобы вы меня полюбили?» — вскричал он. «Что же это за брак без любви? Я не могу допустить, чтобы вы выходили за меня замуж просто из-за того, чтобы зажать рты болтунам или под влиянием каких-нибудь романтических бредней. Я не хочу, чтобы вы...» «Я не хочу этого!» «О, в таком случае...» заговорила она деловым тоном, который его не мог обмануть, ибо он готов был поклясться, что в глазах у нее промелькнула плутовская искорка. «В таком случае, коль скоро вы соглашаетесь обсудить мое предложение, разрешите сделать несколько добавочных примечаний. Во-первых, не резон высмеивать приключения, когда ваша собственная жизнь вся соткана из приключений. Когда я познакомилась с вами, вы уже жили в атмосфере приключений. «Вы лежали без памяти в лихорадке, окруженной двумя сотнями дикарей-людоедов, жаждущих вашей крови. Потом явилась я. Да, потом появились вы, выброшенная бурей после кораблекрушения, сосветуясь живописных таитян, вошли ко мне в дом в Баден-Пауэль, в скрешляпе, в морских сапогах, с убийственным кольтом у пояса. О, я готов признать, разумеется, что вы походили на духа приключений!» «Чудесно!» — вскричала она восторженно. «Теперь сложите вместе ваши приключения и мои. Тут самая простая арифметика. И так вы видите ясно, что вам нечего больше смеяться над приключениями. Далее я не усматриваю ни капли романтизма в пошлые выходки Тюдора, когда он вздумал меня обнимать. Эта бессмысленная дуэль нисколько не похожа на настоящие интересные приключения. А что вы влюбились в меня — это обстоятельства. Бесспорно полно романтизма. Наконец, складывая романтизм с романтизмом, я думаю, что я люблю вас, Давид. О, Давид!» Последние слова прозвучали, как стон воркующей голубке, когда Шелдон уже душил ее в своих объятиях. «Но я люблю вас не за то, что вы сегодня дрались на дуэли», — прошептала она, склонившись к нему на плечо. «Белые не должны охотиться друг за другом и убивать друг друга». «Так за что же вы полюбили меня?» Спросил он покорно, повторяя вопрос, который задают все влюбленные, этот неизменный вопрос, всегда остающийся без ответа. «Не знаю. Просто полюбила. Вы то же самое сказали мне, помните, тот раз, когда мы повели деловой разговор? Я вас уже давно полюбила. Но больше всего в последнее время, когда вы так мило и сдержанно ревновали меня к Тюдору». «Так, так, продолжайте», — проговорил он, задыхаясь от волнения, когда она замолчала. «Я все ожидала, что вы нет-нет, да и проговоритесь, и чем больше вы крепились, тем больше я вас любила. Вы напоминаете папу и фона. Вы умеете себя сдерживать. Вы не беспокоились и вели себя чрезвычайно достойно». «За исключением сегодняшнего дня», — вставил он. «Да, но я и за это люблю вас. Надо же было когда-нибудь...» «Я уже начинала бояться, что вы больше никогда не заговорите на этом языке. А теперь, когда я сама сделала вам предложение, вы даже не приняли его». Он держал ее за плечи, вытянув руки, и долго смотрел ей в глаза, уже не холодные, как бывало прежде, а подернутые влажным, упоительным блеском. Под его пристальным взором она опустила ресницы, но потом посмотрела на него доверчиво и открыто. Тогда он нежно привлек ее к себе и с каким-то торжественным чувством прижал ее к груди. «А что сталось с вашей мечтой о собственном очаге и седле?» спросил он минуту спустя. «Они здесь. Соломенная старушка — мой очаг. Марта — мое седло. Посмотрите на эти деревья, которые я насадила, не говоря уже о сладком Маисе. И все-таки виноваты вы сами. Я бы, вероятно, никогда не полюбила вас, если бы вы не заронили мне в голову этой мысли». «Вон из-за мыса показалась Нангасла», вдруг прервал ее Шелдон. «Ее тянут шлюпки. Она везет правительственного комиссара. Он направляется в Сан-Кристобаль расследовать дело об убийстве миссионера. «Какое нам счастье!» «Не понимаю, что вы говорите. В чем же счастье?» сказала она с оттенком горечи в голосе. «Я предполагала провести этот вечер с вами и поговорить о многом наедине. Мне нужно задать вам тысячу вопросов. И это уже был бы не деловой разговор», добавила она. «Но мой план лучше вашего». Шелдон остановился и подумал немного. «Знаете что?» «Ведь комиссар этот — единственное лицо на островах, от которого зависит официально скрепить наши узы. И на наше счастье... Вот оно, счастье! Доктор Уэлшмер случился тут же. Он может совершить обряд венчания, и нынче вечером мы будем с вами мужем и женой». «Я... Я думала...» прошептала она. Но потом выражение ее лица изменилось. Оно загорелось опять так же, как несколько минут тому назад. Ее обычно холодные равнодушные глаза стали опять неузнаваемыми, они опустились стыдливо, и она уже была не в силах поднять их вновь и встретиться с его глазами. Он обнял ее, и, чувствуя себя в его руках, как птичка, устраивающаяся в гнезде, она прошептала. «Я твоя, Давид». «Я твоя, Давид». «Я твоя, Давид».